смотрим смотрим друзья на окрестности вот этот дом продан он продан без того чтобы даже на рынок выходить пришел человек посмотрел и забрал большой дорогой там все дела а мы посмотрим вот на этот он может быть не такой пришли тоже дорогой сейчас все вам про него расскажем вы видите друзья по количеству обуви что место посещаемое так вот мы заходим это вход это такой как бы дайнинг да свята это дайнинг так мило это вот при входе такое ну идем дальше справа у нас такое помещение высокие потолки здорово все кухня что смотрим антрис да там такая кладовочка значит этот дом стоит 3 миллиона но он и побольше идем дальше все странного назначения да то есть как бы коридорчик такой с одной стороны с другой стороны вот тут полочки посуды как-то так странно немножко так вот мы снова пришли в одной двери разворачиваемся идем обратно пол шикарный пол шикарный так так идем так это что гараж что ли да ну они пока в гараже поставили значит какую-то мебелишку но вообще надо сказать что гараж здоровенский как бы с излишествами как бы с излишествами хороший гараж большой так это для стиральной сушильной машины вот здесь место да такого как бы итальянского стиля тоже шкаф справа кровать красиво богато туалет мило друзья мило что что сказать мило мило такой как бы мастер бедрум получается да смотри какой гараж это такой гараж видел видел да такой бонусный такой гараж да так ну что друзья ну а теперь надо попробовать пробраться на второй этаж так а здесь вот такое помещение каминное можно так назвать богато по хату там что-то такое видимо землица есть так давайте глянем что там с землицей землица есть то есть тут можно посадить много чего но вот пока не посажено не облагорожено сказано было что участок 10 соток это конечно не 6 там не 3 вообще удивительным образом вот тут какой-то угол такой странный правда что это они так ну бывает бывает так пойдем обратно в дом пошли наверх хотя тут тут еще что-то такое ну-ка на первом этаже что это а туалет друзья как приятно сидя в туалете оказаться вот в такой красоте не имелось ввиду что я присутствую так ну что идем на второй этаж вот металл ну что на втором этаже тоже есть какая-то жизнь лофт такой разворачиваемся и здесь большая комната вот это таки мастер бедрум друзья вот это таки мастер вот это таки бедрум из окна хороший вид из всех окон хороший вид окон много богато ой богато да так здесь какой комод шикарный на колесиках его можно взять и укатить так пошли смотреть на богатую на богатые туалеты ну туалет туалетом я имею ввиду санузел это вот душ друзья за три миллиона дом не за три копейки ой так Саша как тебе Саша нравится смотреть дома классно но ты не хочешь быть риэлтором продавать людям дома красивых нет Бори правда а кем хочешь быть да учителем пис буду учить о боже учителем чего буду учить других писать а а чтобы как бы писательство учить писать истории хорошо так видимо что здесь как бы не экономили на площади да большая но где то она опять я понимаю что ты делал дизайнер там например можно сделать хороший воттинг козит да они сделали вместо этого там комнату и маленький козит но красиво зато знаешь что так заходишь красиво да и вот эмоционально оно красиво мне это дом больше дается чем тот предыдущий так он и подороже будет ну дело не в торговине а дело в том что место много знаешь нет это ага с точки зрения дизайна тебе размещение ну вот я тебе покажу это для обуви да вот это да да но я тебе покажу там вот место одно там я просил себе воттинг козит а сделали просто обычный шкаф и окно ну ничего не могу сделать воттинг козит с окном светлого богатых в свои причуды да у дизайнеров у дизайнеров да у дизайнеров да но все таки это уже не два с половиной миллиона дом это уже три и обрати внимание что толпы ходят просто толпы поглазить может быть ходят поглазить тоже ходят люди конечно те которые хотят купить это они покупают еще в каранеры не вышло без всяких тем не менее вот эти шесть домов уже практически там все распродано они не успевают видеть как тут же распродаются так там еще что то нет это не отвечает на вопрос откуда деньги нет а есть они деньги есть да говорят что это бабл пузырь вот не видать пузыря так видишь полно народу радостно хотят потратить эти свои деньги спаленка спаленка тут в спаленке шкаф шкаф это хороший шкаф а вот здесь вот соседи вот иди сюда так так смотрю говорю хорошая спальня такая замечательная так давай я ее покажу просто вот такая спальня с зеркалом зеркало безусловно должно увеличить объем так вот такая спальня да и фактически вот это вот место забрали в вот инклозер сделали маленький шкаф и окно можно было оставить в шкафу это не страшно нет дело не в этом но они хотели свет в комнату дать ну здесь есть три окна ну все равно нет было бы темнее ну оно было бы темнее но во всяком случае был бы шкаф все таки люди живут в шкафу они просто света они в окне люди живут в шкафу а не в окне люди живут в шкафу а не в окне так нет ну шкаф конечно тем более для спальня такой а что из этого окна чужая крыша из этого окна площадь красная видна ну ладно крыше ничего тут нет такого всегда это было их решение ну да ну это я тебе показываю как в твоей представлении неэффективно используется перестраивать мы не будем так нет нам это что вот а нам вообще без разницы так что все что ли а что вот тут подойди за дверью вот тут очень интересно открывай это один шкафчик а вот там вот если дверца откроешь там прямо открыть шкафчик да так а то шкафчик то а где шкафчик то тут а ты пылесос так смотри там еще значит мы попадаем под крышу друзья ну тут темно да темно а пахнет хорошо оттуда деревом пахнет так ну что у меня такое ощущение что мы дома посмотрели Света а сколько бедромов тут ты можешь сказать 4 долларов и спален 3 ээээ туалетов 3 половина есть 1 2 у вас половина ага нет неправильно 1 2 3 3 с половиной 3 с половиной туалета половинка туалета это когда душа нет или там ванны нет туалет есть умывальник есть а так больше ничего нет вот это целый ну что же я думаю что мы можем спокойно двигаться вниз и даруриться и даруриться